Мы кинули кости в своих апартаментах, часок там перекантовались и пошли на пляж. Труба зовет. Вот на этой улице мы живем, вон там такой мини-маркет, ну как бы все основное есть. Вечером что-нибудь прикупим там. И вот мы идем дальше к ресторану Pebbles. Говорят, что около этого ресторана пляж. А вот мы идем туда все это проверять. Вот набережная, такая небольшая, в основном все сидят и кушают. Вон там какой-то пляжик небольшой, но купающихся там мало. И вон там, там купающихся больше, поэтому туда пойдем, проведаем, что там как. Какой-то памятник. Что за памятник? Ничего не понятно. На какой-то тарабарщине. Ну вот мы доковыляли до пляжа. Первый раз мы на Мальтийском пляже, который недалеко от наших апартаментов находится. Вон там спасатели сидят, вот там такой пирс. Здесь вот основной пляж. Очень небольшой. Очень небольшой пляж. Песчано-каменистый. Ходить так в целом более-менее, но вот подходить к морю уже так, сложновато. Шезлонг стоит 5 евро, зонтик 4 евро. Рядом вон отель Калипсо. Ну и вот окружение, набережная, такие вот старинные дома. Башня с часами, которой вон колокол бьет периодически. Ну и вот дальше, пошла дальше набережная. Пляжей я мальтийских многого не ждал, поэтому примерно рассчитывал на то, что имеем. Ну, прямо скажем, пляж не ахти. Во-первых, маленький. Во-вторых, вода такая грязноватая. Плюс камни. Даже не знаю, с чем его сравнить. Ну тут да, если бы не было камней, то можно было сказать, такой одесский городской пляж. Ну это Мальта. Я не рассчитывал, что это будет какой-то супер курортный отдых. Конечно, там с Рейшелами, даже с Кубой не сравнить. Европейский пляж. Ну в Испании покруче. Пляжи там были классные. Короче, пляж мне тут не понравился. Этот пляж все больше напоминает одесские пляжи. Тут такой тоже контингент. Такие пышнотелые тетки с привоза, которые курят. И бычки прячут в песок. Вот, например. Бычок и арбузные корки. А еще Европа. О, кто это в очках? Что это за шпион? А? Наступил вечер. Мы вышли опять на набережную поужинать. Первый день сегодня отдыха. Мы решили пуститься в Чревоугодие. И зашли вот в это Пэблинс кафе, куда мы приехали изначально. Которые, наверное, не владеют нашими апартаментами. Потому что они нам дали ключи. Сказали, покажите ключи. Мы дадим вам скидку. Вот. Это вон дальше оно через дорогу. Здесь вся его веранда. Терраса. И вон еще. Здоровая. По трипедвисеру у него нормальные оценки. Такие ненормальные, а хорошие. Хвалят. Некоторые говорят, лучшее кафе на острове Гозо. Вид открывается. Сегодня было очень-очень жарко. А сейчас как-то так нормально. Ну, вроде температура не сильно упала. Но сам-то спряталась и нормально. И еще люди видели, что у меня мишка есть? Нет. А где же он? О, друг появился. У Ярика появился друг, сынок. Он взял его с собой. Путешествие. Да, очень трогусь. Что характерно? Попутешествовав по Европе, заметили, что... Наверное, это общеизвестный факт. Что здесь все курят, где хотят, когда хотят. И при ком хотят. Я имею в виду при детях. Ну, это немножко напрягает. Но тут же не будешь учить их жизнь. У них так принято. Курят везде. И вот в каких мы европейских странах ни были, курили везде и всюду. Вот в Беларуси, в России, там, в Украине, наверное, принимают законы против курения, против того, что при детях курить. Ну, а тут как-то... Не знаю. Вроде Европа должна задавать темп в этом вопросе. А, ну, нет. Почему? Ведь знает. Ну, вот принесли наше блюдо, кроме Яречки. Ксюша заказывала какой-то там ассорти из морепродуктов, как она любит. Гарнир мы взяли. Вот. Potato и Vegetables. А я взял, ого-го, я взял кролика по традиционному газианскому рецепту. То есть это... Я в разных странах люблю пробовать национальную кухню. Вот решил кролика. Хотя я не фанат кроликов приготовленных. Но я даже не помню, ел ли я когда-нибудь их. Но, вот решил. Готовили, ну, как бы, не то, что сильно долго, но не то, что сильно быстро, да? Ну, судя по такому загруженности, как тут столько людей, ну, в принципе, нормально. А, кстати, хлеб не первой свежести. Но я даже решил не заканчивать кушать, а сказать отзыв. Очень вкусно. Доложу я вам, такого кролика я не едал никогда. Все, они знают всегда, что выбрать. Не помню, я не едал летучий кролик. Но такого очень вкусно. Однозначно рекомендую в этом кафе кролик по газианскому рецепту. Яря, ну, как пицца? Нормально. Ну, только что нормально, Яря прав. Кушали мы и получше, особенно в Италии. Пицца так себе, честно сказать. Ксюша наблюдает по ее словам. Нормально, но не более того. Порадовал кролик. Ну, а так тарелки вон не забирают. Ну, у них много людей, но это ж не мои проблемы. Правильно? В целом, мы скажем, не однозначно, так скажем, впечатление. Еще счет принесут. Дисконт нам дадут или не дадут. Интересно. Ожидали больше. Да. Атмосфера, виды, обстановка, кролик. А так, что-то среднее в целом. Поэтому, уходить сюда или нет, уже вы решаете сами.